Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня я поделюсь с вами рецептом нетривиальной обработки растений, выращиваемых в защищенном грунте, для увеличения их продуктивности, а также для увеличения качества их плодов. Когда говорят, что растения питаются минеральными веществами в почве, это правда, но не полное. Дело в том, что растения также питаются и углекислым газом. Именно углекислый газ является источником для них энергии, энергетических молекул. Поглощение углекислого газа происходит при освещении растений. В пиковые периоды, когда солнца много, оно яркое, а это с середины июня по середину июля примерно, может получиться такая ситуация, что углекислого газа в теплице не хватает. В этой связи все усилия, направленные на увеличение урожая, подкормки и так далее, сходят на нет. В крупных тепличных хозяйствах эту проблему решают очень просто. Делают углекислые подкормки с помощью баллонов углекислого газа. Но там это регулируется специальными компьютерами, датчиками и так далее. Что же делать нам, любителям, чтобы получить большой богатый урожай? Оказалось, что растения способны усваивать спирты не хуже человеческого организма. Всасывать они могут спирты через поверхность листьев. Чем более легкий спирт, тем лучше он усваивается растением и включается в процесс его обмена веществ. Однако метиловый спирт, как наиболее легкий простой спирт, в таких целях использовать я не рекомендую, ведь он является очень высоко токсичным, можно отравиться даже парами. В этой связи на помощь приходит этиловый спирт. Для подкормки этиловым спиртом необходимо сделать 1% раствор. Если у меня в наличии имеется 40% жидкость, то для получения 1% раствора я ее должен разбавить в 40 раз. Таким образом, этот способ является достаточно экономичным. Что делать с этим раствором? Всего-навсего необходимо опрыскать листья. Поэтому вот такой вот бутылки мне хватит на 20 литров для опрыскивания. А благоприятным временем для опрыскивания 1% раствором этилового спирта является в утренние часы, когда солнце уже встало, уже есть, но еще в теплице не жарко. Это связано с тем, что спирт не должен быстро, слишком быстро испариться с поверхности листьев. Он там должен какое-то время подержаться. Хотя всасывается в растение, он достаточно быстро. Но вот утренние часы, не очень жаркие, являются благоприятным периодом для этого. Перцы, томаты, баклажаны, огурцы, все растения, выращивающие в защищенном грунте, будут вам очень благодарны за подобного рода подкормку. Конечно, нам в голову могут приходить мысли о дополнительных источниках углекислого газа, как, например, спиртовое брожение с помощью дрожжей или брожение зеленого удобрения. Это тоже хорошие способы. Однако количество углекислого газа, которое выделяется, хоть и является хорошим подспорьем для растений, однако может оказаться недостаточным. Поэтому в пиковое время для увеличения завязываемости, для увеличения размера плодов, для увеличения вкуса сахара в этих плодах, вам вполне подойдет вот такая подкормка. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Надеюсь, что этот нетривиальный рецепт будет полезен вам, и вы добьетесь хороших результатов в огороде. Я желаю вам здоровья, успеха и процветания. Всего хорошего!